Накажете, значит уволите, но литературу буду принимать. Для покрашения настрою украинский гуморез. На днях отметила свое 80-летие Ренийская публичная библиотека. Она была создана в 1944 году, буквально через два месяца после освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Изначально библиотека находилась в Доме пионеров, а затем переехала в отдельное здание в парке. К слову, она была построена в 1909 году как школа для мальчиков. Как рассказала Валентина Асачи, за восемь десятков лет делу просвещения посвятили свою жизнь три поколения библиотекарей. Валентина Павловна констатировала, что на сегодняшний день, к сожалению, четвертого поколения того, кто придет на смену нынешним работникам, пока нет. Развитие библиотечной системы пришлось на советское время, когда в Ренийском районе было 13 библиотек, а также отдел комплектования и каталогизации. На сегодня в Ренийской громаде есть коммунальное учреждение «Публичная библиотека» с филиалами в селах. Но как бы она ни называлась, читатели всегда подчеркивают ее многофункциональность. Информационно-интеллектуальный центр, где мы можем прийти, найти необходимую нам информацию, где нас ждут, где нас обслуговывают. И почти по некоторым вопросам, особенно касаемо краизнавства, в Библиотеке нет столько информации, сколько у нас есть библиотеки. Библиотека всегда принимала участие во всех культурных мероприятиях громады, презентуя литературу и публицистику. Трудами наших библиотекарей создана уникальная хроника Рений Тамарова с древнейших времен до наших дней, а также краеведческая карта Ренийского района и другие издания. Библиотека собирает и популяризирует сборники произведений местных авторов. К сожалению, в последние годы поступления литературы очень незначительные. Мы получили где-то 500 или 600 экземпляров. Это было где-то в феврале месяце. Вот мы получили централизованное. Да, там литература на украинском языке, но в основном зарубежных авторов. Да, в основном. Не наших писателей украинских. Украинских очень мало. Я связываюсь с издательством, и они говорят, мы с удовольствием, но у нас нет средств, и нам негде работать, понимаете, чтобы издавать вот это. Я все время с ними связана была, заказывала литературу, они выполняли свои эти, вот, и мы получали. Теперь этого нет. И очень жаль. На сегодняшний день пополняют фонды библиотеки в основном сами жители Ренийской громады. Для покращения настрою украинский гуморец. Очень много дарят. Сейчас в основном мы получаем только подарок книги. Но мы, конечно, отбираем. Там получили, значит, бумагу, какие книги принимать нельзя, а остальное пропускаем. Кстати, я даже звонила в Одессу нашим руководителям. Я говорю, у нас такой микрорайон здесь, извините, на украинском читать мало читателей, потому что в школе мы проходили сколько? Два часа в неделю вот я проходила, училась. Ну, чему я могла так? Все на русском было. Я говорю, я принимать буду книги, детективы, что читает население. В основном приходит очень много такого, ну, как сказать, населения, читателей такого моего возраста. Они хотят расслабиться от этой обстановки с вами. Они любят эти романы про любовь, что-то такое успокаивающее. И поэтому я сказала, говорю, я буду принимать, как хотите. Накажете, значит, уволите, но литературу буду принимать. Она говорит, хорошо, Татьяна Дмитриевна, принимайте. Я вот принимаю до сих пор. Читатели приносят много. Я отбираю. То, что нам подходит, берем. То, что не подходит, мы говорим, ну, нам некуда девать. Я говорю, ну, ладно, мы как-то складываем там пока. Пока. Но такую ценную по истории мы литературу сохранили. Мы ее не списали. Кое-что мы списали. Неизвестно, какое время наступит и как оно будет. У нас будет своя литература. Мы сможем обслуживать читателей. Так что вот такая вот у нас тенденция. Но читатели приносят. Звонят, знакомые. Мы принесем. Пожалуйста, приносите. Мы принимаем. Мы никому не отказываем. Еще плохо, что у нас даже книжного магазина нет. Вот что-то читатель потерял и хочет возместить, а возместить ему нечем. Потому что магазина нет, куда-то выезжать. С Измаилом я связана с книжным магазином. Мы когда-то там приобретали. Он говорит, я не работаю уже, потому что никто на мне высылает литературу. Мне нечем работать. Однако библиотека продолжает жить своей жизнью. И в день юбилея принимала поздравления от благодарных читателей и коллег из учреждений культуры, которые нередко черпают в этом храме информацию и вдохновение. Начальница ренийского отдела культуры Антонина Асаржи поблагодарила ренийскую публичную библиотеку за весомый вклад в культурно-просветительскую деятельность и отметила многолетнюю работу членов коллектива, которых большинство ренийцев знают в лицо. А всех читателей узнает в лицо. Вот эта красавица, которая буквально прописалась в библиотеке, потому что атмосфера здесь очень хорошая. Поздравьте нашу библиотеку с юбилеем. Поставьте лайк. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий репортаж.